Ребятки, вот и подошло время вечернего обзора. Будем его делать, продолжать на видео-влог с Амвелой Адамьяном, потому что сегодня очень горячие влоги выходят у Севки. Итак, маме хотел сделать маску, мама в шоке. Ребят, посмотрела я и сама тоже была в шоке. Могу вот это вот все действие, которое происходило в квартире, сейчас разберем его, так обозначить и характеризовать одним словом, издевательством. Два лба здоровых, молодых, Коля и Самвел, зрелых даже я бы сказала, два мужика, два амбала, пришли в квартиру к матери, к Васильевне, которая уже отдыхала, собралась, как она потом объяснила, уже ложится спать, в кровати человек лежит. Самвел вижу почему-то без настроения, может быть, комментарии, обзоры, все вместе повлияло, потому что знаем, что читает комменты, конечно же, ему было это все неприятно читать, я чисто по-человечески его прекрасно понимаю. Вижу не в духе, злится, притаранил этот лист алоэ, видели, когда он делал покупки в супермаркете вместе с Колей, покупали всякие там ягоды, фрукты, мамке тут притащил лохы, ну на украинском языке звучит так, это ягодка синяя. И для чего-то купил этот огромный лист тропический алоэ, я думаю, даже если вы не видели у него видео, вы поняли, о чем я говорю. Думаю, зачем он его покупает, что он будет делать? Очередной шедевр? Будет готовить какое-то блюдо? Нет. Самвел превзошел сам себя, ребята, перепрыгнул через пять ступенек выше своей головы. Пришли вдвоем, мама, дай расческу, гребенец, то есть не массажка, а тоненькая с зубчиком. Разрезал этот лист и давай эту скользкую, липкую, вязкую, сочную такую мякоть этой расческой чесать туда-сюда-обратно, тем самым превращая ее в кашицу, в такую, тянущуюся, напоминает из каких-то фильмов-ужастиков, знаете, какие-то сопли, не побоюсь этого слова. Этой мякоти очень много было, потому что лист все-таки толстый, большой и достаточно такой мясистый. Почему расческа? Почему, если ты хотел как-то размягчить эту жидкость, превратить в кашицу, чтобы сделать маску, допустим, чтобы снять видео, нормальный человек как-то бы, может быть, ножиком срезал это все, можно было измельчить как-то. Зачем вот эти вот представления клоуна? Зачем расческу испортить, испачкать? Все это, ребята, было настолько в неприглядном свете нам представлено, неаккуратно. Уверена, что руки там никто не мыл, без всякой посуды, без всяких салфеток, безо всего. Иды лягай, иды это без коза влягай. Мать подумала, что ей будут делать какую-то аппликацию на больные ребра, потому что после падения, знаете все уже, что очень сильно болит, ушиб есть. Я у вас, ребят, прошу прощения, если вы слышите какой-то треский шум, у нас на втором этаже у соседей идет ремонт, и там бурильные какие-то работы, я тоже их слышу хорошо, поэтому извините уж, я ничего с этим поделать не могу. Итак, Васильевна подумала, что на ребра будет делать какую-то аппликацию, да, и приготовилась, пошла на кроватку, ребят, не стесняясь, без зрения совести, абсолютно рассказывая то, что видела. Платье это задирает Коля Самвел по барабану, пофиг вообще бабуся. Куда ты-то платье задираешь, шо ты робишь, говорит Самвел. А шо, а шо ж мне не делать? Ложись на кровать, давай ложись, будем маску делать, ложись. Какую маску? И сейчас, ребят, вот в такой ситуации я хотела вот эту Васильевну, честно, защитить. Мне хотелось броситься к ней на защиту и закрыть ее от этого Самвела, от его придурковатых идей, действий. Она осталась сейчас один на один, старая, немощная, беспомощная абсолютно. Она не могла ему противостоять, а он с таким напором, с порывом к действию, уверенно, сказав лягай, давай лягай, волосы наверх, только отдавал команды, приказы отдавал. Она, вижу, что не хотела, даже могу употребить глагол боялась. Был такой у нее какой-то, знаете, на лице было выражение такое, какого-то страха. Это было очень заметно. Что ты собираешься делать? Мамаша спрашивает не в доумении. Волосы наверх! Отдает команды Самвел. Поднимает она эту челку, эти волосы. Ребят, мало того, что он всю вот эту жижу, а объем был очень большой. Я уже вам сказала, да, что это все тянулось, вязкое, липкое, похоже на вот эту зеленую, такую слизистую, какую-то маслянистую массу. Ну вот сопли и сопли, по-другому ничего и не придумаешь. Действительно, как сказала Васильевна, мог бы в тарелочку немножко положить и сделать ту же самую маску. Нет, все то, что он содрал с этого листа, там часть листа, да, просто в ладони взял вот так вот и потащил через всю квартиру. Это могло капать на пол, на коврик, на кровать, на подушки. Для Самвела это не имеет никакого значения. Ему плевать абсолютно, что будет потом. Кто это будет все убирать? У матери болят ребра. Сейчас срочно, среди ночи, вызывать женщину, которая будет сейчас это все мыть, собирать вот эту блевотину? Нет. Вот так она в засохших этих соплях и будет сидеть, это постельное белье, мы же знаем, сколько оно недель и месяцев не меняется. Ему плевать. Он команду отдал и вот эту всю массу, большой объем, ляп ей на лицо. И давай вот это все елозить. Дело в том, что это очень плотная такая масса, жидкость. Он залепил ей глаза, он залепил нос, рот. Колясик хихикает. Смешно. Я сразу же подумала, она сейчас может задохнуться. Ребят, он создал пленку абсолютно герметичную. Человек действительно мог задохнуться. Глаза, правда Васильевна говорит, они и так больные, нездоровые. А если этот сок, тем более, натуральный, концентрированный, нужно обжечься. Я не знаю, нужно же, наверное, если и делают какие-то капельки, их, наверное, как-то разводят в каких-то частях, дозировках. Здесь натуральный, концентрированный сок алоэ. Рот залеплен, нос полностью залеплен, глаза, уши, полголовы, все волосы. Вот такого слоя эта жижа на лице. Она бедная уже пузыри пускает. Берет руками уже, снимает с носа, потому что человек элементарно задыхается. Кричит криком, убери это, сними, что ты делаешь. Смешно, ребят. Они вдвоем, эти два лба, два громилы, просто стебутся над старым больным человеком. И давайте сейчас мы не будем разбирать, какая она по характеру, как она прожила свою жизнь. Это живой человек, старый, который сам не может дать отпор этому ненормальному. Я бы сейчас употребила с удовольствием слово дебилу. Вот пусть пишет какие-то ютубу страйки, претензии на мой канал, вот все что угодно. Я сейчас, ребят, испытываю такую эмоцию, как негодование. Это было отвратительно. Все, что было до этого, это цветочки, по сравнению с тем, что я сейчас увидела. Я сейчас предельно искренне. Самвел, вот это была грань, вот эта черта переступлена. То, когда вы орали, матерились, обзывали зрителей, это скверно, отвратительно, но это другое. Сейчас ты тупо издевался. Издевался над живым человеком. Ты приказывал ей, матери своей, а она не могла возразить. И ты делал, совершал действия над ней насильственного характера. Она не хотела этого. Все волосы, ребята, по шее, все это стекает. Платье уже все заялозено. Колясик хохочет в кресле. Этот подхихикивает, стоит сверху, свесился над матерью. Ялозит этой своей пятерней по лицу. Она кричит, убери, хихикает. Ты нормальный? Думай о нас, как ты сказал, тетки. Вот все, что угодно. Какие бы мы ни были, тетки, но ты, Самвел, очень мерзко поступил. Этот поступок был омерзителен. Я не могу другого слова подобрать. Не могу. Мать, как могла, собрала эту слизь, кричит, принеси полотенце. Какие-то тряпочки он ей там начал носить. Это маска, это дорого, это будешь молодая. Начинал съезжать с темы Самвел. Начал спрыгивать, потому что, скорее всего, сам увидел, что напорол фигни откровенной. Она чуть не плакала. Мне очень хотелось, ребят, ну вот такие эмоции я испытывала. Защитить просто человека. Мне без разницы. Васильевна, зовут ее баба Маша, Таня, Маруся, Катя. Неважно. Мне очень хотелось защитить человека от этого монстра. Ты нормальный? Я еще раз хочу задать вопрос. А если бы тебя вот так насильно уложили в кровать и залозили морду твою соплями толщиной в 3-5 сантиметра? Насильственно уложили и не позволили тебе сопротивляться. И дышать нечем. Ну, разве что пятой точкой своей, вот тем отверстием. Ты же и все залепил. Ты нормальный? Третий раз я тебя спрашиваю. И ты, Самвел, еще будешь говорить про своих зрителей, что они такие-сякие? Да ты кто после всего? Я всегда тебя защищала. Всегда. Но в этот раз ты превзошел сам себя. Я сейчас открыто, да, говорю и заявляю это со своего канала. Это перебор. Это недопустимо. До поры, до времени это все шуточки. Но сейчас это не было шуткой. Это абсолютно не юмор. Она могла тупо задохнуться. Я лозила, эта мама этими полотенечками вытиралась, но оно же все засохло, залипло. И, конечно же, вот это все платье, ребята, все просто в этих соплях, шея, голова, лицо, волосы. Пришлось идти в душ. Коля говорит, ну идите в душ, потому что, ну, вы никак его не вытрите, эту слизь. Пошла в душ. И вот вторая часть этого видеовлога. Мамка уже переодетая, покупанная, чуть ли не плачет. Хвост, вижу, поджал. Севка поджал. Как-то сник немножко. Ну и переключился с мамки, потому что сейчас на нее нападать нельзя. Понял, что был сам неправ. Переключился на зрителей. Обращение было такое, что тетки все взрослые, они понимают, что для каждого ребенка его мама самая лучшая. И восхищается он. Мама подсказывает, оптимистка, голова нормально варит, кости цили. Адамяна, вы серьезно? Можно восхищаться тем, что голова варит и кости цили? Это ты, Самвел, этим восхищаешься? Ты правда? Ты серьезно вот так вот делаешь такие громкие заявления? Я совершенно понимаю тебя в том аспекте, что любому ребенку его родная мама самая плохая, самая отвратительная, самая никудышная. Но она самая любимая и самая лучшая. В этом ты прав. Так никто и не спорил. Мы просто давали характеристику действиям твоей мамы. А то, что ты все это любишь, это твое право. Твое. Ты не различаешь то, что тебе говорят зрители, и то, что ты лепишь в экран. Знаешь, очень удобная позиция парировать с зрителем, перекрутивши тему, это прослеживается во всех Адамянах. И Эдик тоже самое делает. Он отвечает на те вопросы, которые сам придумал, потому что те вопросы, которые задают зрители, ему неудобны, невыгодны. Он их в жизни никогда не озвучит и не ответит на них. Точно то же самое делает и Самвел. Ты никогда, Самвел, не говоришь правду. Вот те слова, которые тебе пишут в комментариях, те, которые озвучиваю я, например, со своего канала. Ты делаешь заявления те, которые тебе не пишут, те, которые удобны тебе, которые ты можешь отрицать. Эта твоя уловка уже обсуждается очень активно в Ютубе. Мы тебя уже давно раскусили. Поэтому никто тебе не говорил, что твоя мама именно для тебя самая лучшая. И это мы не понимаем. Мы как раз все это прекрасно понимаем. А то, что какая твоя мама, характеристика твоей мамы, это другая сторона медали. Абсолютно другое мы здесь обсуждаем. И в комментариях зрители тебе пишут абсолютно на другую тему. Не надо путать, все сваливать в одну тарелку. И мухи, и котлеты. Это разные темы, Самвел. И тетки, как ты выразился, все прекрасно понимают. Поверь мне. Весь вопрос и вся проблема в самом тебе, скорее всего. Вот закончу такими словами. Если бы лично ты, Самвел Адамян, не вывалил все ваше грязное белье семьи Адамян на платформу Ютуб, открыто не вывалил, сам не рассказал, ничего бы подобного не было. К себе вопросы должны быть. С себя начни в первую очередь. А зрители? Зрители, это твой рычаг для заработка денег. Так же, как и мой рычаг. Так же, как и рычаг для каждого блогера, который работает в Ютубе. Давай честно. Я постаралась это сделать. Ребятки, лайки, дизлайки, комментарии. Несложно нажать одну кнопочку, сделать пару кликов, отметиться на канале. Мы таким образом развиваемся. До скорых встреч, дорогие мои. До завтра. Пока.